Сорю, небесный, утешителю души истины, И житель, детцы, и вся исполняй, Сотровище, благоривый, жизни, полдателю, И житель, детцы, и вся исполняй, И очиститый, отсядый, отстреливый, И спаси блажен души истины. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами передача «Дорога к храму» и ее ведущий священник Михаил Попов. Как обычно, в начале нашей передачи – новости видновского благочиния. Христианский праздник «Воздвижение Креста Господня» был установлен в 326 году. Этот праздник относится к числу двенадесятых. Начинается он с вечернего торжественного богослужения, на котором выносится крест из алтаря для всеобщего поклонения. О том, как проходил этот праздник в Георгиевском храме города Видно в нашем первом сюжете. Богослужения в честь праздника «Воздвижение Креста Христова» начались в Георгиевском храме вечерней службой в субботу 26 сентября. Возглавил ее благочинный церквей видновского края протерей Михаил Егоров. В этот день в чтениях и молитвах вспоминаются события, произошедшие в IV веке, когда по приказу императора Константина, его мать, царица Елена, была отправлена в Иерусалим на поиски креста, на котором был распят Иисус. То, что некогда было позорным орудием смерти, орудием мучительной смерти, стало теперь орудием спасения, стало тем священным предметом, на котором Господь претерпел за нас крестную смерть, стало оружием нашего спасения. При раскопках было найдено три креста, на которых были распятые, кроме Христа, и обычные разбойники. Но какой же из них тот мученический Бога-человека, принявшего смерть за веру? А тот, который был возложен на больную, и она чудесным образом исцелилась. Отсюда и название – Животворящий крест. По преданию, крест Господень был раздроблен на малые части и разнесен по всему миру. Сегодня мы с вами празднуем это событие, чествуем крест Господень, на котором Господь спас нас с вами от смерти, спас от власти дьявола. Воздвижные креста Господня – единственный двунадесятый праздник, в основе которого лежат не только события новозаветного времени, но и позднейшие из области церковной истории. Рождество Богоматери, праздновавшееся шестью днями ранее, преддверие тайного воплощения Бога на земле, а крест возвещает о его будущей жертве, во имя спасения христиан. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ. Стала хорошей, доброй традицией в историко-культурном центре проводить вечера музыки, не только свеской, но и церковной. Совместный проект видовского благочиния и работников центра всегда вызывает большой интерес у жителей нашего города и его гостей. Так недавно, в конце ноября, прошел большой праздничный концерт, посвященный тысячелетию со дня представления святаго равноапостольного князя Владимира. Хор Богородицы Рождественского храма села Тарычева исполнил тропарь равноапостольному князю Владимиру, крестителю и родоначальнику Святой Руси, главнейшей фигуре Российской империи, братских славянских народов русского, украинского и белорусского. Великий князь Владимир принес в нашу жизнь культуру, религию, веру. Веру мы обрели благодаря ему. В концерте, посвященном юбилейной дате, звучали классические произведения и народные песни. Одну из них, всеми любимую, коробейники, исполнил священник Владимир Бобков, диакон храма села Тарычева. В едином порыве и все присутствующие подхватили эту русскую песню. В этот день зал историко-культурного центра был заполнен до отказа. Ведь тысячелетие представления святого князя Владимира – событие духовное, государственное и культурное. Эта дата очень обязывающая всех нас, потому что вера наша православная – это вера не только наша, это вера наших дедов, наших родителей. И быть достойным этой веры – это все равно, что принимать присягу своей Родины. В концерте, посвященном такой знаменательной дате, приняли участие и приглашенные студенты музыкальных образовательных учреждений города Москвы. Николай Калягин – студент второго курса колледжа при консерватории Петра Чайковского. Он в первый раз в нашем городе. Город прекрасный, зрители отличные. Должен отметить, публика была одна из лучших, которая нас встречала когда-либо на концертах. Артем Алешин – учащийся Московской музыкальной школы имени Лемешева. Уже второй раз радует наших жителей своим голосом. Мы же, на самом деле, не такие уже известные. И вот когда мы приезжаем сюда, и мы увидим то, что заполненный до отказа зал, и даже люди из зала смотрят, выйдя даже практически на улице, слушают нас. Ты ловишь такой просто непонятный кураж, тебе хочется радовать зрителей. Я очень счастлива, что мне выпала такая уникальная возможность посещать такие концерты. Я была просто удивлена высокому уровню организации, талантам, которые представлены здесь, настолько интересно и ярко. Духовенство храма Рождества Пресвятой Богородицы села Тарычева совместно с сотрудницей историко-культурного центра Ириной Маскаевой организовывают музыкальные вечера и к другим датам православного календаря. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Следующий наш сюжет – еще одно подтверждение о крепких связях между школой и церковью. В целях воспитания молодого поколения в поселке совхоза имени Ильина прошла встреча между учителями и священнослужителями в рамках открытия районных рождественских чтений. Об итогах встречи в нашем следующем сюжете. В преддверии рождественского поста в средней общеобразовательной школе поселка совхоз имени Ленина прошли 12-е районные рождественские чтения. Служители церкви и дарователи знаний делились опытом и давали советы, как помочь духовно-нравственному воспитанию юноши и девушек. Наше видновское благочение, если говорить о нашем районе, делает огромную работу совместно с нашими школами, не просто встраиваясь в учебный процесс, а неформально подходит к тем вопросам, которые именно относятся к нравственному воспитанию наших детей. Местом действия школа была выбрана не случайно. Здесь, наряду с храмом, пытаются воспитать в людях только лучшие качества. И храмы школы – это вот единое действие, единое место, где человек духовно возрастает. Без храма трудно говорить о нравственности, о духовности. Без школы трудно говорить о воспитании. Воспитание этики и морали – это задача школы. И если мы будем правильно в этом направлении двигаться, то, конечно, не за год, не за два, но оно свои плоды обязательно даст. Главная тема встречи – традиции и инновации. Основной вопрос – как жить в современном мире, где перемены и конфликты происходят чуть ли не каждый день, и при этом не потерять в себе любовь, веру и сострадание. Вот когда человек отходит от этих вечных ценностей, то тогда возникают и войны, и терроризм возникает, и семьи распадаются, и своеволие проявляется, отношение к другому, как к вещи. А если есть у человека нравственные, религиозные ориентиры, то, конечно, это замечательно. Серьезные монологи на важные темы разбавляли искренние выступления школьников. Данные чтения уже не первые и далеко не последние. В 2016 году из статуса районных они перейдут в разряд федеральных и будут проводиться уже по всей России. У мечты наделить молодежь лучшими качествами есть все шансы стать реальностью. Александр Шишов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. 7 декабря – день памяти святой великомученицы Екатерины. В Свято-Екатерининском мужском монастыре по случаю престольного праздника прошло праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Крутицкий-Коломенский Ювеналий. История жизни святой великомученицы Екатерины неразрывно связана с именем Иисуса Христа. Девушка была очень красиво образована и отказывалась выходить замуж за неравного себе по этим качествам. Однажды святой старец посоветовал ей молиться Богородице, чтобы удостоиться увидеть ее сына, жениха небесного, того, кто превосходит всех красотой, мудростью, высотой и богатством. Однако в первый раз младенец даже не стал смотреть в ее сторону. И только после познания Екатерины веры Христовой и совершенного старцем таинства крещения ей было видение, что Господь даровал ей перстень в знак обручения. Это кольцо оказалось на руке Екатерины после пробуждения. Святая Екатерина несла людям христианское учение и отказалась выходить замуж за императора Максимина, чем вызвала его гнев и за что подверглась мучениям и пыткам. Однако она свято исповедовала верность Иисусу, своему небесному жениху, и сама с молитвой, обращенной к нему, положила свою голову прямо под меч палача, явив собой символ светлой веры и преданности. Такой подвиг, конечно, не каждые женщины могут понести, отказаться от мирских благ и приблизиться к церкви так сильно, как крепко, как она возлюбила Христа. Но все-таки я желаю, наверное, чтобы у нас в каждом сердце женщин, не обязательно носящих, допустим, имя Екатерины, было больше любви. Торжественное богослужение в Екатеринской обители возглавил управляющий московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Ему сослужили епископ Видновский Тихон, епископ Серпуховской Роман, благочинный церквей Видновского округа, протерей Михаил Егоров и духовенство московской епархии. Песня. Православные именины Екатерины – один из главных зимних праздников. В этот день все носительницы этого прекрасного имени вспоминают свою святую и просят её о покровительстве. Меня назвал Екатерина Папа. Екатерина была очень высокая, мудрая. Я поздравляю всех своих тёск с именинами, ну или с Днём Ангела. Желаю вам счастья, добра, любви, чтобы вы были такими же мудрыми, как Екатерина. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ В Видновском благочине есть уникальный храм, возрождение которого началось в середине 90-х годов. С маленького предела, разрушенной когда-то в эпоху Великолепии церкви. Никольский храм – украшение посёлка Володарского. Свой престольный праздник отмечает 19 декабря, в День памяти Николая Чудотворца. О том, как и чем живёт приход, в нашей постоянной рубрике «История одного храма». Купола Никольского храма сегодня видно издалека. При въезде в посёлок Володарского встречаешь величественную колокольню в 33 метра и 33 сантиметра. По преданию, церковь на этом месте появилась во времена князя Голицына. История храма богатая и непростая одновременно. Никольский храм – это изначально всего лишь кладбищенская церковь. И была она построена в непосредственной близости от основного Казанского собора, который построил ещё в 17 веке князь Голицын. Потом, в 1931 году собор, конечно же, разрушили, и сегодня на его месте лишь поклонный крест. Исторически здесь действительно был храм. По одним данным, 1646 года, по другим – 1696 года. И это место, конечно, уникальное, потому что здесь, прежде всего, были люди, которые занимали первые посты в государстве того времени. И, конечно, они были не стеснены в сверзе средства. На отца Сергия пришлось время строительства. Ничего не осталось от основной церкви посёлка. Никольскому храму повезло больше. Молодому советскому государству нужно было помещение для хозяйственных нужд. Кому-то показалось, что церковные здания вполне пригодны. Разместили тут пункт приёма молока, позже хранили газовые баллоны. По документам было утеряно 30% от всего храма. Ну, здесь, наверное, меньше 30% оставалось. Вот так выглядел храм, когда перешёл обратно во владение Русской Православной Церкви. Спустя годы старые стены восстановили, и в начале третьего тысячелетия храм принял новый облик. Когда был восстановлен храм в том виде, в котором, ну, приблизительно к тому виду, который был в 30-е годы, так случилось, что храм стал наполняться, и множество людей, которые хотели бы приходить в храм, хотели бы находиться на богослужениях, не могли в него войти. Он вмещал небольшое количество людей, всего 80 квадратных метров было. Это немного. Стали понимать, что места мало. И просили благословения нашего владыка, митрополиту Винали, о реконструкции этого храма. Но так как исторически, ещё раз говорю, сложилось, что храмы перестраивались в нашей местности, видимо, и для нас эта участь, конечно, не могла миновать. Мы перестроили храм. Только мы получили благословение от младеки, да, мы начали строить. Мы думали, что в том году, в котором это был 99-й год, 2009 год, мы только выйдем из фундамента, ну, может быть, чуть-чуть, да, окон. Но так случилось, что и помощь пришла. Мы построили все стены, то есть абсолютно все. Пять лет с момента благословения до окончания строительства. Всё с помощью Божия и Батюшка с радостью показывают современные возможности внутреннего убранства храма. Тёплый пол, мерцающие электролампады, старинную 17 века церковь вдохнули жизнь новую. Храме всегда совершалось богослужение. Во время стройки все пять лет у нас не прекращалось богослужение. Сегодня центральный иконостас украшен ликом Спасителя и образом Богородицы Скоропослушницы. Эти иконы привезены со святой горы Афон. И наряду с другими святынями храма несут прихожанам радость молитвы. Преобразившись, Никольский храм стал шире в два предела. Правый в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 17-м, начале 18-го века было явление Казанской иконы Божьей Матери. Есть такое место в нашем поселке, называется Кривой Дуб. Так вот, в этом месте было, видимо, было явление казанского образа Богородицы. И как только появился этот образ, храм, конечно, переименовали в честь Казанской иконы Божьей Матери. Ну, а поселение до этого носило название Богородское. А как только было явление, и Казанский храм стал именно Казанским храмом, то поселение стало именоваться, не поселение даже, а село, Казанско-Богородское село. Предел левый осветили в честь Спиридона Тримефонского. Конечно, святитель Спиридон Тримефонский, он почитаемый святой, и, конечно, он благодарный святой. Он святой, который радует многих. И в нашем храме есть башмачок святителя Спиридона Тримефонского. Это особая святыня, которая не во многих храмах. Башмачок святителя хранится в алтаре храма, как и частица мощей мученика Тримефона. Мы выносим эти святыни на вечернее богослужение. Потому что вечернее богослужение, оно, к сожалению, в современном мире, оно как-то так утратило свою радость общения с Богом. Люди, как правило, приходят только в утром. В храме есть и большой мощевик. Ни один десяток частиц святых мощей, угодников Божиих. Редкие образа икона Фадея, например. Резной ликв Николая Чудотворца и очень необычная икона, где святители Николая и Спиридон держат в руках казанский образ Богородицы. Конечно, исторически это было невозможно. Потому что Николай, Чудотворец, Спиридон, Тримефонский жили в IV веке, а образ казанский, мы знаем, что он был в XVI веке. Но мы же говорим не про время, а про вечность. С века XVII и до наших дней храм перестраивали десятки раз. Нередко и переименовывали. Исторически интересно. Пришел один владелец, хозяин этого места. У него родился сын Алексей. Он назвал человека Алексея Человека Божия, как мы с вами говорили. Появился другой, у него родился сын Николай. Он решил переименовать уже оставшийся предел Алексея Человека Божия в Никольский храм. И в следующий раз опять переименовали Алексея Человека Божия. И вот, собственно, с этими документами он и пришел к нам. Но, видимо, Николай Чудотворец здесь обосновался основательно. И ему необходимо, чтобы здесь, в этом поселке, был храм. Об очередном строительстве разговаривают в приходе и ныне. Одна из таких вот идей, мечта, которую мы вынашиваем. И сегодня, сегодня уже так она оформляется документально, проект Семейного творческого центра. Творчество. Майолика, резьба по дереву, куклы. Резьбой, например, ребята занимаются в две смены. Мастера растут. В конкурсах берут призовые места. Это вот как раз народная традиция. То есть здесь вот узелковая голова. Вот конструкция полностью на народной основе. Наставник кукольной мастерской рассказывает, как девочки на куклах осваивают стишки, народные традиции, а заодно усидчивость и послушание. После занятий мы решили не просто поздравить с тем, что он закончил, а выдать ему сертификат о том, что он прослушал курсы и сдал экзамены на такие-таки темы. Художественная студия Майолика работает при храме не первый год. Роспись посуды, утвари, сувенирных тарелок. Ребята из воскресной школы усердием и трудолюбием добывают грамоты и кубки на олимпиадах, православных конкурсах и смотрах. Занятия разрастаются, слушателей прибавляется. Творческий центр, по сути, уже существует, пока только нет для него помещения. То есть вас опять ждет стройка? Ну да, наверное, с Божьей помощью надеемся, что это должно произойти. В череде перестроек и переименований у места этого появилось сразу несколько покровителей. И Николай Чудотворец, и Алексий Человек Божий, и образ Казанской иконы Божьей Матери, потому, видимо, испорится дело у прихожан и их настоятеля. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Дорогие друзья, в нашей рубрике «Испиры хуст» сегодня гость, председатель миссионерского отдела Московской епархии, настоятель Казанского храма, священник Дмитрий Березин. Здравствуйте, отец Дмитрий. Добрый день. Здравствуйте, дорогие телезрители. Отец Дмитрий, часто жители нашего города сталкиваются с такой ситуацией, когда к ним на улицы подходят люди и предлагают совершенно бесплатно изучать Библию, дают какие-то журналы. Могли бы вы рассказать, кто это такие и что им нужно? Ну, это обыкновенно люди, которые подходят по двое. Они не называют себя никак, но мы все знаем, что есть такая секта, которая называется «Свидетели Иеговы». В силу того, что секта достаточно скандальная, то они стараются об этом не говорить и нейтрально говорят, что мы христиане. Но если мы возьмем любую из листовок, которую они предлагают, то мы увидим там ссылку на то, что это общество Сторожевой башни. Вот это одна из организаций «Свидетели Иеговы», которая занимается изданием и распространением книг. В последнее время они стали предлагать в основном небольшие листовки. Связано это с тем, что большинство, несколько десятков их изданий попали в список экстремистской литературы. Из-за их распространения у нас уже имеется уголовное преследование в стране. И буквально не так давно на границе с Финляндией была задержана целая фура с такими журналами, именно из списка экстремистской литературы. Поэтому, с одной стороны, они выглядят достаточно безобидно. Ну и, наверное, люди, которые этим занимаются, они являются в определенном смысле жертвами этой секты. Поэтому бояться их, наверное, не стоит. Но, к сожалению, любой диалог, который мы пытаемся с ними вести, либо когда они вдвоем, он приводит чаще всего, если мы знаем хорошо Библию, то приводит к тому, что они в конце концов уходят просто от разговора. Потому что схема общения построена по четким цитатам, последовательности цитат, которые они говорят нам о том, что есть и должна быть некая организация. Цитаты, взятые из перевода Библии. Причем, самое интересное, что они пользуются как обычным переводом, синодальным нашим, а также у них есть перевод так называемый нового мира, совершенно безграмотный, к сожалению. То есть они начали переписывать Библию под себя. И был целый судебный процесс, на котором те переводчики, которые якобы переводили Библию со стороны свидетелей Еговы, они были вынуждены признать, что они не владеют ни древнегреческим, ни древнееврейским языками, хотя они обозначены как переводчики. Поэтому там просто они взяли и поправили в Библии то, что им было неудобно, то, что им не понравилось. И они, конечно, часто ссылаются на этот свой перевод. Отец Дмитрий, изучение Библии, разве это плохо? В чем опасность изучения Библии именно с этими людьми? – Ну, изучать Библию – это очень хорошо и правильно. Потому что даже сейчас нередко сталкиваешься, несмотря на то, что уже несколько десятков, ну, два или три десятка лет Библия доступна, очень мало кто ее читал. И даже подчас встречаешь людей, которые говорят, что они православные, приходят в храм, но беседуешь с ними, и они, оказывается, даже Новый Завет не прочли. То есть самую основу, самую суть Библии. Поэтому изучать Библию важно, но важно изучать Библию со специалистами, скажем так. Если говорить о свидетелях Иеговы, то, к сожалению, у них так построено, ну, во-первых, так построено изучение Библии, что они изучают в основном собственные журналы «Общество Сторожевой башни» и журнал «Пробудитесь», где есть цитаты из Библии, но они, опять же, встроены в контекст их собственного повествования. Поэтому это будет не изучение Библии, это будет изучение их журналов по их методикам. Но самое парадоксальное в том, что они претендуют, когда в беседах с ними беседуешь, они претендуют на истинность своего понимания Библии, говорят, что все остальные понимают Библию неправильно. И я думаю, что здесь даже если не вдаваться в какие-то богословские подробности, можно подумать логически. общество свидетелей Иегова возникло в конце XIX века в американских штатах Америки. Там они начали изучать Библию, толковать, но они не единственные, таких много было организаций и желающих, но и пришли к какому-то своему пониманию этой Библии. Самое удивительное, когда я задаю им вопрос, говорю, а как же так? Итак, Христос пришел 2000 лет назад, пришел для спасения людей. И вы говорите, что вы через 1800, почти 1900 лет первые, кто поняли Библию правильно. А до вас никто не понимал? Это получилось так. Да, да, для кого пришел Христос? То есть первые христиане не понимали, апостолы не понимали. И вот это ставит их в тупик. Потому что все-таки, я повторюсь, что мы сталкиваемся не с какими-то... Мы сталкиваемся с людьми. Это наши русские люди. Это не присланные откуда-то. Это нормальные люди, которые просто, наверное, в чем-то заблудились. Если говорить об изучении Библии, то в любом храме Винденского благочиния и вообще русской церкви есть воскресные школы. Там есть предметы и Новый Завет, и Ветхий Завет. Если вы хотите более глубоко изучать, есть в Георгиевском храме города Виндена библейско-богословские курсы двугодичные. Есть миссионерские курсы тоже двугодичные. Можно пойти на эти курсы и совершенно замечательно изучить Библию. В конце концов, есть и Святотихонский университет. Да, да, есть высшие учебные заведения. Библию можно изучить, и это будет тоже бесплатно. Отец Дмитрий, часто в храм приходят родные и близкие людей, которые каким-то образом попали в тоталитарные секты. Посоветуйте, пожалуйста, как быть и что делать. И, к сожалению, люди, постепенно втягиваясь в секту, в ту или иную, с ними трудно вести диалог, с ними трудно общаться становится. И они замыкаются внутри этой секты. И мы знаем немало примеров из свидетелей Иеговы, что они очень сильно влияют на круг общения. Они его суживают до своей ячейки. И даже если, например, семья была в составе свидетелей Иегова, муж или жена выходят из этой секты, они понимают пагубность, то вся община этих свидетелей, вся эта ячейка, она настраивается против ушедшего человека. С ним запрещается общение, запрещается телефонный разговор. Да, полный бойкот. А внутри семьи это приводит к трагедиям. Потому что если, допустим, мама с ребенком остается в секте, папа выходит, все, они прекращают общаться, брак разваливается и так далее. То есть круг друзей меняется. Это тоже проблема, когда человек долго находится в секте, у него теряются друзья, у него круг очень узкий становится. И если он выходит из секты, он оказывается в неком вакууме. Старые друзья уже потерялись, а те, которые были друзья, они остались в секте, они не разговаривают, с ним не отвечают на звонки, не отвечают на письма. То есть человек как бы умирает для них. И это, конечно же, вторая проблема, которая есть в сектах, то, что человек, ему трудно покинуть секту. Он, может быть, и хотел бы, но у него уже возникают дополнительные-дополнительные препятствия. И плюс к этому он обязан проповедовать. То есть у него есть определенное количество часов в неделю, которые он должен провести. Он обязан отчитаться об этих часах. То есть он должен написать, где он проповедовал. Они ведут учет квартир. То есть есть целые ведомости, где написано квартира, номер такой-то, дом такой-то. Побеседовали. Там стоит значочек, прийти еще раз. Или там стоит значочек, больше не приходить. Или там живет такой-то, такой-то, договорились о том-то. И такие вот ведомости, они хранятся, они учитываются, поскольку организация серьезная. Центр находится в Бруклине. У нас находится в Ленинградской области поселок Солнечный. И там достаточно все четко бюрократизировано. Это все очень интересно. И такие данные собираются по всем домам, где они проходят. Поэтому опасность-то их достаточно серьезная. То есть вы вроде с ними пообщались, допустим, они к вам пришли в квартиру, а вы уже записаны. В картотеке, да? Да, вы уже попали в картотеку. Отец Дмитрий, подводя итог нашей увлекательной беседы, я хотел попросить вас, чтобы вы обратились с напутственным словом к жителям нашего района. Да, конечно, дорогие жители района, если вы встречаете двух людей, которые предлагают вам изучать Библию, или стоят со стендами, на которых написано что-то божественное, приглашайте их в храм. И, конечно же, старайтесь сами знать Библию для того, чтобы вот такие вот странные организации не вовлекали вас. И Библию проще всего изучать в храме. Поэтому приходите в храм, в воскресную школу, на курсы. Это поможет в вашей жизни, потому что вера, она преображает человека. Отец Дмитрий, спасибо вам за вашу беседу. Дорогие друзья, наша рубрика «С первых уст» подошла к концу. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был председатель массионерского отдела Московской епархии, настоятель Казанского храма села Молокова, священник Дмитрий Березин. До свидания, Тебя Дмитрия. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Все ваши вопросы и пожелания вы можете отправить к нам на электронный адрес, который вы сейчас видите на экранах. До свидания. Благословение Господне будет на вас, и покров Царицы Небесной будет всегда с вами. Благословение Господне 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 будет всегда с вами. Продолжение следует...